У нас социально ориентированная экономика, мы не стали все резать на куски и приватизировать. У нас нет олигархических кланов, которые влияли бы на власть. Ну, спасибо Богу на президента. Знаете, со мной разговор короткий. Налоги не уплатил, будешь сидеть в тюрьме. Завтра же. У нас это все пожестче. И дело не в артисте и шоумене, а в самом человеке. Ну, уже у вас образованный и умный человек. Ну да, у него нет этой практики. Он не был никогда связан с государственной службой и так далее. Ну, ничего. Если он захочет, он научится. Президенты только рождаются. Ты будешь называться президентом, но ты не станешь президентом. Если ты не родился президентом. Когда между тобой и народом химия какая-то, ты должен родиться. Если у тебя от рождения этого нет, ты не станешь. Вот таким президентом. Ты будешь хорошим управленцем. Плохим, хорошим, средним. Но настоящим президентом не станешь. Время покажет. А то, что он человек с головой, я вам скажу это точно. Простите за нескромность, а будущий президент Беларуси уже родился. Ну, вы как-то присматриваетесь. Не надо вот так вот ходить с биноклем или думать каждый день, а кто, а кто. Нет, я так не думаю. Я, наверное, не произвожу впечатление немощного человека. Сколько людей доверят, столько я и буду работать. Пока есть здоровье. Если не здоров, так нечего сюда лезть. Главное здоровье. Ну, и доверили людей. И, во-вторых, я не просматриваюсь там и не смотрю, где этот президент. Но он где-то есть уже. Я же не вечен. И до смерти президентом не буду. Я просто хочу когда-нибудь, ну, пожить, как все люди. Спокойно. Хотя вряд ли. Мне опытные люди говорят, это не получится. Потому что проработал столько в этой должности. И ты телевизор не включай, или газеты не читай, или в интернет там не заглядывай. Где там по-твоему что-то не так, с ума сойдешь. Я недавно публично сказал, мои дети не страдают президентством. Ни один, ни второй, ни третий. Они наелись моего президентства. Нет у нас транзита власти, разговору. Наш президент, этот или новый, или еще какой-то, он будет избран только народом.